вот сегодня к нам обратился человек вот с таким вот триммером фирмы кротон вот причина обращения его то что на холодную плохо заводится и глохнет вот принес он его в рабочем состоянии смысле она недавно поработал мы и завели прям на улице кстати там есть видео где мы отрегулировали карбюратор по поводу того что глохнет она перестала у нас глохнуть с этим делом мы справились все но даже он уехал сейчас привозит горит на холодную прошло нужно к вечерам приехал сейчас вот на холодную горь попробовал она опять не заводится мы крутанулись человека ничего не стали брать сейчас мы и взяли уже на диагностику вот и вот сейчас мы посмотрим почему вернее уже посмотрел нашел причину не хочу просто поделиться с вами потому что я думаю у многих такая ситуация случается и многие не могут понять почему даже под для того что меня карбюраторы переплачивают получается за ремонт сумасшедшие деньги вот не будем никуда здесь лезть здесь все нормально я уже все посмотрел видео будет только вот про вот этот вот вот этот заслон очку а именно здесь у нас снимаем крышку воздушного фильтра снимаем сам фильтр и что мы видим при закрытой заслонки которая у нас должна ограничить воздух карбюратор вот на холодную как раз когда мы запускаем то есть мы закрываем и у нас здесь сейчас я постараюсь вам показать у нас здесь вот она очень большая щель примерно со спичку даже на на толще по всему радиусу этой от этого отверстия соответственно триммер этот хоть мы закрываем заслонку хоть мы не закрываем заслонку он воздух карбюратор не ограничены соответственно на холодную такой такой триммер заводится будет очень тяжело что эта часть она просто не работает вот решение проблемы самое простое это поменять вообще корпус вот этот вот воздушного фильтра с нормальной заслонкой вот но мы сейчас открутим посмотрим по какой причине я так выгинает может быть ее как-то можно исправить посмотрим сейчас что у нас тут случилось вот заслонка конечно немножко искривлена вот ну идеальным решением конечно этой проблемы будет поставить вот такой вот новый корпус воздушного фильтра с нормальной заслонкой которая будет закрывать нам все идеально плотно вот это будет самым идеальным решением но соответственно это и дороже решение вот более проще это найти причину изгиба как правило обычно это где-то некачественное литье пластика вот здесь может быть вот это литье можно устранить пример там какие канцелярским ножом просто срезать эту выпуклость которую он не вот эту это не это специальная выпуклость до которой у нас этот заслонка это закрывается ее срезать не надо вот где-нибудь вот здесь может стоять заусенчик и не давать нам закрыть заслонка вот попробовать ее выровнять поставить на место посмотреть как она будет ходить закрывать здесь у нас квадратик такой и здесь квадратик они должны совпасть прикрутим сейчас посмотрим если зазор не уйдет то поменяем на новый корпус зазор уменьшился примерно в 2 может даже в три раза но совсем не ушел но для этого в принципе этого может кстати быть достаточно для заводки сейчас мы подождем пока триммер окончательно остынет и попробуем завести прям на этой заслонки не будем на пока человеку менять так сказать разводить его на денежки просто старую так оставим ну и заодно предупредим что так и так заслонку пора принципе поменять если у вас есть желание можем поменять сразу если хотите то без особых затрат можете забрать вот такой вот триммер сейчас пойдем остынет и пойдем заведем и посмотрим все на этом данное видео завершим подписывайтесь на наш канал всем удачи пока здесь мы с вами на этом примере как мы помним поправили заслонку чтобы триммер заводился на холодный вот сейчас триммер остыл прошло уже вся целая ночь вот сейчас мы попробуем его завести посмотрим как он заводится у нас как он заводится а Все, стример работает отлично Заводится отлично Подписывайтесь на наш канал Заходите на наш сайт Всем удачи!